Здравствуйте! Считается, что после 50 лет примерно 1% населения страдает болезнью Паркинсона, а после 60 уже 2%. Мужчины болеют чаще, чем женщины. Это нейродегеративное заболевание головного мозга. Известно оно давно. Знаменитый английский врач Джеймс Паркинсон в 1817 году описал клинические признаки этого заболевания. Творение его называлось «Эссе о дрожательном параличе». Но сейчас, спустя 200 лет, появились новые данные об этой болезни. В основе заболевания лежит гибель определенных нейронов, так называемой черной субстанции, которая находится в среднем мозге. Причины гибели этих нейронов до сих пор неизвестны. В последние годы проведены интересные эксперименты на животных и даже на людях, и они показали, что, возможно, в недалеком будущем болезнь Паркинсона будет считаться инфекционным заболеванием. Одна из концепций предполагает, что патологический белок – альфа-синуклеин, который возникает при этом заболевании и разрушает нейроны, именно он накапливается в организме. Возможно, некие возбудители попадают в кишечник, и через стенки кишечника по блуждающему нерву попадают в ствол головного мозга, и там способствуют возникновению патологического белка, который откладывается в клетках. Но это лишь одна из теорий. Очень многое по-прежнему неизвестно, и болезнь остается неизлечимой. Но сегодня уже не все так фатально, как было несколько десятков лет назад. Интересно, что у страдающих болезнью Паркинсона имеется определенный склад характера и ума. Например, считается, что гораздо чаще этим заболеванием болеют люди, осторожные в принятии решений. Они ведут правильный образ жизни и лишены авантюризма. Эти люди, как правило, не пьют спиртного, не курят, не занимаются ничем плохим. Эти особенности, возможно, определяются уровнем различных нейромедиаторов в головном мозге. При этом заболевании симптомы не ограничиваются дрожанием, скованностью, нарушениями ходьбы и повышением мышечного тонуса. Бывают и нарушения со стороны мочевого пузыря, расстройство сна и нарушение обоняния. Исследования показывают, что при правильно подобранном лечении в настоящее время продолжительность жизни пациентов с болезнью Паркинсона значительно возрастает. Продолжение следует...